Апрель выдался прохладный, май пока непредсказуем, однако есть моменты, к которым нужно быть готовым уже сегодня. На оперативном совещании, уже в привычном дистанционном формате, сотрудники администрации и оперативной службы обсудили несколько важных тем. Начали с доклада о проведении текущего ремонта памятников Великой Отечественной войны на территории городского округа Щелково в рамках подготовки к празднованию 75-летия со дня Победы. Всего в округе 58 монументов, содержание которых находится в ведении службы озеленения и благоустройства. Основные виды работ проводятся в зависимости от состояния объекта. В основном это покраска, уборка, опиловка растущих рядом деревьев, посадка цветов. Работа на некоторых уже проведена, еще часть памятников и мемориалов в населенных пунктах будет приведена в порядок в ближайшие дни. Об этом сообщил в своем отчете начальник отдела по благоустройству Юлия Горячева. Ведутся работы уже на восьми объектах Монина и Семи Вогоднего. В ходе подготовки к 9 мая в городском округе Щелково приведены в порядок памятники и мемориалы, посвященные Победе. В том числе и вот этот. Посвящен он воинам хлопчатому важного комбината. Построен в 1968 году, к 23 годовщине празднования Великой Победы. Глава округа Сергей Горелов поручил работы по ремонту благоустройства территории на мемориалах закончить в ближайшее время. Еще один важный вопрос. Пожароопасный период 2020 года. Наиболее важный момент на сегодняшний день – состояние гидротехнических сооружений. Многие из этих ГТС необходимо принять в муниципальную собственность и поставить на государственный кадастровый учет. Данная работа очень важна в преддверии лета, особенно учитывая приближающийся пожароопасный период, подчеркнул глава городского округа.